О чем я хотел бы поговорить? О правах в цифровой среде, о возможности и ограничения доступа к информации, персональных данных и цифровой безопасности. Это, я думаю, смогу уложиться у себя в рамках выделенного времени. За последние годы очень сильно нарушаются цифровые права граждан. Очень много, если обратили внимание, можно заметить, что принимаются новые нормативно-правовые акты или вносятся в существующие изменения и дополнения, которые ограничивают наши права в интернете, в использовании технологий и, если в целом говорить, в цифровой среде. Блокирование интернета, особенно социальных сетей и мессенджеров, сегодня стало обыденным делом для государств. Я здесь именно сказал блокирование интернет, а не интернет-ресурсов. Потому что сейчас Сергей сказал, что уже количество стран, которые блокируют в целом интернет, увеличилось до 50 с чем-то. В этом году мы тоже это заметили у себя в стране. С появлением единого коммутационного центра недавно был прецедент, когда интернет, суббота на воскресенье, но все равно на два часа отключили с рубильника интернет. Это был и смех, и грех. Особенно социальные сети начали блокироваться, если это начиналось только с нас. У Казахстана за период большого времени был закрытым только live journal. У нас блокировались чаще и больше социальные сети и мессенджеры. Недавно у нас отключили СИП-телефонию, New Generation Network, который использовали наши иммигранты с зарубежа, то есть со своим СИП-номером страновым, они могли разговаривать через IP-телефонию с других стран. То есть это считывалось как внутренний звонок, не как международный, а теперь они заблокировали это удовольствие. Тот рынок, который у них был, ушел к мессенджерам, к бесплатным причем. Администрирование и уголовное преследование за действием в сети. Интернет, это уже тоже набирает обороты в странах Центральной Азии. Если говорить о Таджикистане, допустим, вот журналиста Хайруло Мирсаидова задержали за открытое письмо президенту. Они организовывали КВН, были какие-то затраты, что-то о чем-то они договорились, и он написал открытое письмо президенту. И те, на которых жаловался Хайруло, они направили к нему и налоговых инспекторов, и этих аудиторов, и списали на него много экономических преступлений в рамках этого проекта КВН. И сейчас он задержан в СИЗО. Недавно появилась информация в СМИ о том, что пользователь социальных сетей получил 9,5 лет за лайки в соцсетях. Он ставил лайки, перепубликовывал, то есть делился информацией запрещенного у нас партии Исламского Возрождения. Но это было в СМИ до конца не сказано. Я еще сам не смотрел решение суда. Там не сказано, это был в период после того, как его объявили, партию объявили запрещенным, или до. Но опять-таки прецедент есть. Если обратите внимание, в последнее время в наших странах происходит нечто вроде батла, рекомендации, которые дает ФАТФ по обмыванию финансовой аналитики по обмыванию денег и требования международного сообщества по правам человека на доступ к информации. То есть ФАТФ отсюда рекомендует ограничивать, включая внесение изменений прозрачности и подотчетности неправительственных организаций и СМИ. А с другой стороны право на доступ к информации начинает нарушаться. То есть я разговаривал с некоторыми специалистами, которые занимаются именно внесением изменений в законодательные акты по рекомендациям ФАТФ. Они сами говорят, мы не знаем, что делать. Когда обращаемся к самим представителям, они тоже не знают, что делать. То есть вот как прописано, так и надо сделать. Но как быть тогда с правами человека, пока никто особо не ответил. Но если право доступа к информации рассмотреть с точки зрения обыкновенного светофора, то сейчас запрещается с каждым днем больше и больше. Запрещается, естественно, материалы порнографического характера, клевета, оскорбления, призывы к свержению конституционного строя, военные действия, насилие, сведения порочащих честь и достоинство деловой репутации. Это все, что было. Но сейчас этот список начинает уже расширяться, доходит до уровня, что СМИ не имеют даже возможности говорить о каком-то министре. То есть это становится табу. Ну, есть, конечно, информация условно доступная, информация, которая в согласии собственника предоставляется в открытый доступ, и истории, какие-то воспоминания, персональная информация, личные фотографии и все такое. И, конечно, информация обязательно к распространению. Это нормативно-правые акты, информация о природных явлениях. Ну, любая информация, которая не запрещена, должна быть доступна. Что происходит? Опять-таки, приведу к примеру свою страну постановление правительства 344-й от 10 июля прошлого года, в котором приведены единые правила для официальных сайтов, министерств и ведомств и всех органов власти. Очень хорошее, очень полезное вот это правило, если будут соблюдаться все пункты. На самом деле, до этого были правила, которые приняты в 2011 году, но так как этот документ немного изжил себя и с развитием технологий, его расширили и заново приняли. Мы идем как бы к тому, что государственные органы должны дать доступ, публичный доступ ко всей своей информации, о которой я сказал, что если она не закрытая. разблокировка соцсетей и ресурсов была в прошлом году в мае, но, как я сказал, уже можно получили рубильник при необходимости. Шаг вперед, два назад. Все через ЕКЦ, через единый коммутационный центр. Недавно даже был прецедент Тарена, у вас, по-моему, Казрена есть, интернет-провайдер академического сообщества, который получает по гранту интернет и распределяет между академическим институтом академического сообщества. Недавно их тоже заблокировали, попросили тоже подключиться к шлюзу единого центра. Временно пока проблему решили, но дальше не знаю, что будет. Регистрация Wi-Fi точек в общественных местах. То есть это они просят зарегистрировать каждую Wi-Fi точку в кафе, ресторанах, все, что есть, зарегистрировать в службе связи. Перерегистрацию сим-карт мы прошли и появилась инициатива по регистрации e-mail телефонных номеров. Но технические ребята, я думаю, сидят улыбаются, потому что e-mail наших телефонов и так есть у любого оператора. Я не вижу смысла. Но за этот год обанкротилась у нас одна из мобильных операторов, один из мобильных операторов, который предоставлял услуги по технологии CDMA и продали T-Cell и Beeline. Ну, естественно, запрет посещения интернет-центров молодежи до 20 лет в вечернее время тоже задокументировали. И теперь, если мы говорим, что молодежь больше всего пользуется технологиями, то мы теперь не знаем, чем они будут пользоваться. Ну, если говорить о персональных данных и их защите, то есть где есть наши с вами персональные данные? Они есть у мобильного оператора, у вашего банка, у ГИБДД, да, и ваши данные автомобиля, и ваши данные водительских прав. Если вы получали кредит или были поручителем, то все эти данные собираются в межбанковских кредитных бюро, которые тоже хранят у себя данные. Если вы получаете новый паспорт нового вида, то дактилоскопия там обязательно. И у нас позапрошлом году был разработан проект закона и в течение полутора лет, почти два года продвигали законопроект о защите персональных данных, в котором говорится о трансграничной передаче данных, о запрете трансграничной передаче персональных данных, то есть что является одним из обязательных условий. Я помню, что Билайн когда-то хотел данные абонентов Кыргызстана перенести, держать у себя на серверах в Узбекистане, потому что там дата-центр был большим или еще какие-то преимущества были. Потом сделали или нет, я не знаю, может быть из Кыргызстана кто-то скажет. Ну, если делать выводы из того, что происходит с цифровыми правами, с цифровой безопасностью, мы начали проводить мероприятия, направленные на повышение информированности о цифровых правах и цифровой безопасности в рамках школы цифрового права. Мы проводим сейчас уже второй год проводим информационные кампании, семинары и мастер-классы по защите данных. При ограничении доступа к интернету ресурсам четко должны быть руководствовать, то есть четкие нормы закона, которыми нужно руководствоваться и блокировки должны быть через суд. Чего сейчас не происходит в наших странах, за исключением Кыргызстана. В Кыргызстане, по-моему, ситуация лучше. Создание альтернативных созидательных ресурсов, которые позволят меньше рекламировать деструктивные ресурсы, о которых сейчас сказали представители МВД, и естественно соблюдать обыкновенную цифровую гигиену. Так же, как и личную гигиену соблюдят, я думаю, будет проще использовать технологии. Я привел один абзац из концепции информационной безопасности нашей страны. Под информационной безопасностью Республики Таджикистан понимается состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства. То есть на первом месте ставится личность и общество. Поэтому на этом все. Я закончил. Спасибо. Спасибо.